Польский клерик хочет жрать и жировать на крови украинской. То выходит же для поляков украинская кровь вниз не варта. И опса кровь тоже не варта. Хочу запытать у украинцев, или вы хотите отшимывать за своем праце 8 злотых, либо 8 фунтов ангельских за годины. Польская господалька квитнет на крови украинских злотых. Двух сын полковника Куклинского. Где бы был ПИС, если бы не война в Украине. В НАТО и в Унии Европейской. Или даже надо начать учить себя от Венгров, которые были лояльны против Захода. Но в связи с какой-то реторикой, они имеют уверенность, что они на первой линии и не обязательно хотят быть пиорунохромом. Так, популяция пресс-таких. Не повем влачном, что это проститут в Сутане. Али так как проституционцы в Канале, в Сутанах. Пресс-кторых и выникают и замахи в Смоленске, и войны в Грузии, войны в Украине. Пресс-таких и ровнись, пресс-таких, которые влачут, нацепляют на себя Сутаны, влачут на самоходы, там, где написано «Жолнижи выкленты». И скачут потом на костях, на годноши, на крови и хонори этих жолнижей выкленты. И с премовениями «Бог, хонор и ойчизна» вдираемся влажом с поганскими штандарами в костюлы. С этими фаланговскими поганскими штандарами. И теми своими премовениями смаруем дупы, чтобы снова влезть в этот темный кант в темноче этих разборовцов. По новой. Может они снова что-то отдадут полякам, а потом снова заберут. Отдадут, заберут. И то бенджи коштувало жить сетки, сетки и тысяченцы, тысяченцы поляков. Но это их не дотичит. Бо они бендом только премовели и ждали за границей. А геном бендом местовый люб в околе ни в войне, ни в чем, поляцы люб украинцы. Они утверждают, что польская флага не бяло-червона, только чарно-червона, бандеровская. Потому что люди любят уточствовать себя с лидером. В России Путин действительно имеет попарство, потому что Путин имеет впечатление твердого игрока. Может даже и бандиты. Но такого бандита, который выиграет. Но это поляцы обычных политиков. Какая-то швирка. Кто на него будет обратил внимание? Какую он будет имел в общественном мире? Но когда он заходит сутану, то будет выглядеть на какую-то вагу духовную, политическую. Это прекрасная великость Путин. Я думаю, что за много говорится о злых вещах, о том, что слабе в нашем народе. Но мы тоже прекрасные стороны. Дисней они досыли до голоса. И нужно быть за это удовольствием. Не церковь, не церковь, покутать, плакать, как нам говорят, что-то, 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 что-то. И это тоже прекрасная сторона в Полахах. И это возможно благодаря вере многим народам нашего народа, в большинстве, мудрости бискупов, руководственных. И это тоже надежда. Потому что из него идет что-то важное. Поэтому мы и пхаем силу до этих сутан, до этих мандуров. Всякие смеси. Чтобы только лизать разбородцам и пропагировать разборы. Моральные, политические, территориальные, духовные. Так и служить шатану, тяпелу. И намазывать на то поляков. Звуклих обинователей. Поповедь еще поляцы, с какой идеи, с каких идеалов были заморозаны, сгинели двух сынов полковника Куклинского. Который вальчил с тим режимом родецким. А Путин, путиновская роса, тераз преемник тей наигоршей, двойсковой, сброднейшей идеологии кремлевской. Из якой рации, те каналы в сутанах пропагуем, ческаем в головы поляков, звыклых обывателей. В таком идеологии, же путиновская роса, то нормальная. Треба współпроцовывать, ябки спридавать. Поце нам та Украина, поце нам вагуле те идеалы, за которые вальчила и генела. Солидарность, жовнившие клиенты и решта поляков. Как то назвать, как не коллаборация с бандитами, с бандитизмом. Путиновским, выходит же, клерк в сутане, то коллаборант бандитов, антихристов, шатанского, збродничего, злочинного режима Пучхина, который забил również 96 польских патриотов. А они, че свирки, в сутанах, терас, з теми збродничим режимом путиновским, путиновским, чеом споупрацовывать, вздимовать, взносить санкции, то чего че репрезентанци польски втеды варты? Чего они варты? В сутанах, люди, чего они варты? Чего они права маем в уголе людям чось оповядать в своих костелах? Где бы был ПИС, гды бы не война в Украине, гды бы своим крвьем жовнеже и народ украинский не стенгал том агрессии путиновской росы, был бы там, где и за жонды ПИО не 8 лет тонувало бы ПИО, а 28. Ещё очень, бо люди втхужовства и страху маем вельготные портки завши. И те люди, то электорат польски, не стыдно. Жушевище же, не кто же мог, не кто же заслугировать, так же росыя, то не только збродничий край путиновской росы, а то есть ещё и рынок, там я был кажу, там господарки рынок, рынок для господарки польски, али рынок на крви украинцев. Вальчонцыкс, там зброднейшим росыем. Тобто такий рынок на крви украинскей. Польская господарка квитне на крви украинских жолнижей. Вальчонцыкс, там зброднейшим росыем. А лишь, прежде, то террастации, проституты в сутанах, то выступаем, як оправиться. И вагуле так левица, можно сугеровать. Тоже коммунистично, влашнее, зброднейшим росыем, Звездок Родецких Републик отдал, дал. През Ялты, през Сталина, забудьцам всеских частей и народов. Польский территориум, то значит позитив jakiś. Забрал немцев, отдал Польцу. С файном инфраструктуром. Зимномулись в Польце. И теперь, посмотрите, какой момент. Поцож, втеды, терас, че, кто же за тен рынок взрослим, за рахунок украинской крви, тобто Поляк, за рахунок украинской крви. Добро ще, пребище у него. Же они влашу на банеры, там, че написано, жовнежи выкленты. Выкленты ким? Зброднейшей, зброднейшим росыем. Але ж пречеш, че выкленты, жовнежи вальчуły з той зброднейшей росыей, за вольном Польске. Але ж та зброднейшая росыя, отдала территориум для поляков по-немецки. Немецкий территориум отдала полякам. То поцож, они влашу и кричу о жовнежах выклентых, тем самым сугерую, что треба хангловать в той зброднейшей росы про Путыновской, про диктатурской, про Радзецкой, про Сталиновской. Чи жовнежи выкленты вальчили против той Сталиновской росы, которая отдала территориум для поляков. Немецкий территориум и жовнежи армии краевой. Ховая своих братьев, ну, старые уже, любые, которые прихованы, поприхованы, щелки знализированы, прихованы. Они говорят за то, что мы бороться против коммунистического режима в Польске. Они не говорят, что целиком, в Украине, нех в Украине будет этот режим, а в Польске нех не будет. И территориум нех будет от коммунистического режима, но, чтобы его не было, этого коммунистического режима. Валцилими о ту саму Польске, в которой сказал Пан Памятьте, ойчизна есть только одна. Сталинский, Путинский, который проводит войны по свете. Как это может быть, Поляцы? Бога, хонор и ойчизны, готовы были на многое по святых. Ну, ваще, и это у нас прекрасно. Мы в Варшаве, которая так великую офиару вложила. И что это так вообще означает, Поляцы? То, что нех будет коммунизм, было что, а бы не у нас в Польше. Нех будет там, где, там полноцная Корея, Украина тоже, там, где полноцная Корея znajduющая. Нех будет там, а у нас не будет. Нех у нас будет все в порядке. А где, то будет там, коммунизм, Россия. Мы офируем, мы передаем Украину, нех Россия займется Украиной, а не нами. Нам не требуется, потому что мы с Поляцем, мы с свинчем. И мы поляцы хотим поеднать, чем только с теми, кто дает нам что-то. Даем беж, бьем, очекаем. Как в джечинстве, когда Немцы дают им что-то, они свинчи, сомфайны, уже было поединение. А когда, когда че, украинцы бедачки, там, бедные, что не бедные, ничего не даем. Но я, кто не даем, кровь, то что, ниц не варта, то, выходит же, для поляков, украинская кровь, ниц не варта. И обца кровь, тоже не варта. А только варта своя кровь. А обцу кровь, чужую кровь, ту кровь, которая не належит для польского, для польского, мы можем кому-то здесь выливать. Кому-коль-то спрятать. То, может, о том, на почетку, что-то нужно говорить, а не о Волынию. Бо там справы были такие самые. И такие самые справы были по обе-две стороне. Так само, кровавая справа. Абы не мне, нех забьем в тего. И кто научил тех, у которых справы такие самые, что не мне, а его, страдай, забьй его, тего. Но не мне. Кто научил, что это было, что-то было в 18-м году, когда львы были поляцы. И сейчас появляется двойный сенс, двойный мин. Тех святых слов. Что нам обца, премодзела, шаблей отбежем. А как то не обца, премодзела, зела, те земли. Как то, те земли належали до обоих народов. Где-то там большинство было поляков. Где-то там большинство было украинцев. И каждый лечил от царя гроха, те земли. От повстания в обоих странах украинских, ну, русских, киевских и польских. Лечили все те земли за свое. Так что, может, поляцы, о тех причинах, премодзела, а не закламывать, только о самом факте, премосе. Которым нужно еще много лет исследовать. И так и не дочишь до правды. Бо то на тыле было все потом поховано. Же не знадеш террас, нестыте. А не напастника, а не святого. А не справцы, а не офяры, нестыте. Так, цо, цо мы, мамы. Же польский клерик хце жрыч и жировач на крви украинской. Але саме джики, же то он уважа за нормальне поляце. Не, не уважам, же вы всесцы поляце таси, як тен свисткий клерик. Не до клерик, не до христианин, а власне на оборот. Шатан в сутане. Тен схемат европейский, тен заходний, здоминует Polська, чи таж Polська за своими... За своими религиейностями. Сукаем właściwego слова. Здоминует Европа заходная. Я бы сказал так. Или инакцией. Чи сейчас за справа полськи Европа поврати до своих христианских кореней? Тего не вен. То есть Дух Святый, который рожди костиоем и Христос Курн, который рожди целым свиатом прежде, бо świat jest в рюках Бога. Natomiast я бы сказал так, że Polska ma niewątpliwie какую-то роль до спећнения. Застало то powiedziane na przykład, че жасно, Pan Jezus powiedział в объявлениях христианской Фаустыни, что станд выйде Искра, которая ма przygotовать świat на повторное прийствие Христоса. Своћ, powiedzмы, старовцы, не европейские унии, прячь с духсенской оккупацией, прячь с духсенской оккупацией, прячь с духсенской оккупацией.